Любому железнодорожнику или человеку, который связан с железнодорожной отраслью, известно имя Джорджа Вистенгауза, изобретателя первых пневматических тормозов. Компания Ваптек – это как раз компания Вистенгауз Airbrake Technology Company, которая основана точно так же, как и пневматические тормоза, в середине позапрошлого же века. И с тех пор корпорация Ваптек развивается и нынче на рынке, в мировом рынке, является одним из лидеров в производстве железнодорожного оборудования от тормозов до локомотивов. Мы поставляем огромное количество, мы являемся лидером на рынках Соединенных Штатов, прежде всего, где была основана эта компания. У нас широко представлено географически от Южной Африки, Австралии, Китая, Индия, Бразилия. Ну и вот решение компании было открыть представительство в России. Оно было связано, прежде всего, с тем, что мы уже начали несколько проектов на территории 15-20, один из которых широко известен проект вместе с Тихвинским вагоностроительным заводом по производству новых тележек Барбера, по которым были разработаны специальные колеи 15-20, в сегодняшний день они сертифицированы, и Тихвинский вагоностроительный завод начинает производство вагонов различных типов на тележках Барбера. Второй большой проект, который у нас в сегодняшний день существует, это проект системы управления тормозами, электронной системы, электропневматической системы управления тормозами, которым мы работаем совместно с той же другой большой американской компанией General Electric и нашими казахстанскими партнерами в Казахстане. На сегодняшний день все могут видеть новый тепловоз Evolution или Е3033, который представлен в том числе на выставке на 15-й Щербинке, в котором установлены наши тормоза. Кроме того, у нас есть несколько больших планов по производству и по партнерству с нашими российскими партнерами. Понимая всю важность, которую российское правительство и правительство страны СНГ уделяют локализации, уделяют совместным разработкам и передаче технологий, мы открыты к взаимодействию с партнерами, мы открыты к различным формам сотрудничества, к рассмотрению различных форм сотрудничества. В данном случае мы говорим прежде всего о железнодорожных лидерах на пространстве 15-20. Это, конечно же, прежде всего Россия, Российская Федерация. Конечно же, это Казахстан, который бурно развивается в последнее время, особенно в области железнодорожных перевозок, имеет очень интересные проекты. Практически всеми крупными производителями железнодорожной техники. Мы знаем о проектах с General Electric, есть проекты с Камуани и Альстом. Поэтому это вторая сторона. Ну и, конечно же, мы не забываем о Украине, поскольку Украина традиционно считалась и считается одним из очень сильных с точки зрения инженерных технологий, с точки зрения имеющихся ресурсов и человеческих, и интеллектуальных ресурсов, которые помогут нам помочь или обеспечить взаимодействие, к которому мы стремимся в области локализации, в области создания и разработки новых систем, новых технологий, новых техники. Ну, я не могу сказать, что у нас будет какой-то основной продукт, один из продуктов, потому что, еще раз повторюсь, что компания ВАПТЕК является производителем компонентов для такого широкого спектра компонентов. Еще раз могу повторить, это как от комплектации и составных частей, для грузовых вагонов, самые разные устройства для грузовых вагонов, для локомотивов. Мы являемся производителями оборудования для вагонов пассажирского транспорта, для электричек, для метро. И в каждом, так сказать, из своих сегментов у нас имеется сотня номенклатурных аэроат. Поэтому мы будем смотреть на сегодняшний день на возможности рынка. И еще раз хочу повторить, и это для нас важно принципиально, что мы понимаем то, что, и мы знаем, и осознаем, что инженерная школа российская, инженерная школа украинская, казахстанская, вот она остается по-прежнему очень сильной. И мы видим наши возможности, перспективы и успех в взаимодействии с российскими, украинскими, казахстанскими партнерами, с партнерами 15-20. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!